Здравствуйте, дорогие друзья! Я Инна. Это канал SpeakEasy и здесь мы учим английский язык. Подписывайтесь на канал и будем учить английский язык вместе. Сегодня у нас 17 урок. Тема нашего урока это прилагательные, их место в предложении, а также мы послушаем с вами диалог и выполним упражнения по нему. В правом верхнем углу подсказка на словарь. В словаре вы найдете слова с этого урока, а также несколько полезных речевых фраз. Учите слова методом повторения. Это самый надежный способ изучения лексики на английском языке. Давайте начнем с вами вот с такого упражнения. Я читаю задание. Расставьте слова по порядку и образуйте предложение. Посмотрите на слова, которые вам даны под цифрой 1. Они перемешаны. Остановите урок и прочитайте это предложение вслух, восстановив в правильном порядке слова. Проверяем. It's a fast car. Это быстрая машина. Я напоминаю тему, которую мы изучали на предыдущих уроках. А именно, слово машина, car, это существительное в единственном числе. Оно обязательно должно использоваться с артиклем. Поэтому мы говорим a car. Но поскольку мы используем также и прилагательное, то прилагательное мы как бы вклиниваем между артиклем и между существительным. Вот почему a fast car. Продолжаем дальше. They are very big dogs. Это очень большие собаки. Мы могли бы перевести дословно и сказать Они очень большие собаки. В переводе мы часто ориентируемся на контекст. Продолжаем дальше. It's a terrible photo. Это ужасная фотография. Maria is a very beautiful girl. Мария очень красивая девочка. Или Мария очень красивая девушка. Обратите внимание, к слову girl относится артикль ee. Но между артиклем ee и словом girl два слова. Очень красивая. Их может быть и гораздо больше этих слов. Главное не упустить артикль. Все равно артикль отодвинется вперед и будет использован перед всеми прилагательными, которые описывают существительное. Продолжаем дальше. И здесь мы видим такую же конструкцию, как и в предыдущем предложении. Между артиклем ee и словом hotel мы используем два прилагательных, но при этом не забываем об артикле. Он просто выходит перед двумя прилагательными, и мы его используем там, впереди. Продолжаем дальше. Слово small – это прилагательное. Очень маленький. Здесь мы не используем никакой артикль, потому что после слова small не стоит существительное. Продолжаем дальше. Мобильный марка – новый. Что у нас такое макс? Мак апостроф с – это притяжательный падеж. Мы при помощи притяжательного падежа показываем принадлежность мобильного марку. И мы оформляем его при помощи апострофа и s. Продолжаем дальше. Итальянские сумочки очень дорогие. Итальян бэгз – это прилагательное и существительное. Но поскольку бэгз – существительное во множественном числе, конечно же, мы не имеем права использовать артикль «ээээнн». Если бы мы хотели сказать конкретно о каких-то сумочках, мы бы сказали «the Italian bags are very expensive». Ну, тогда это бы значило, что и вы, и ваш собеседник понимает, о каких итальянских сумочках идет речь, о каких-то конкретных. По сути дела, это значило бы вот такой перевод. Эти итальянские сумочки очень дорогие. Но по контексту мы не знаем, о каких сумках идет речь, поэтому нам нужно выбрать или неопределенный артикль, или нулевой. Конечно же, нулевой, потому что неопределенный артикль «ээээнн» никогда не используется с существительными во множественном числе. Обратите еще внимание на глагол «аа», который используется в этом предложении. Мы с вами ранее изучали, что если в предложении нет глагола, то есть нет слова, которое отвечает на вопрос «что делать?», в этом случае нам обязательно нужно использовать глагол-связку, а именно «эм», «из» или «аа». Почему мы здесь использовали «аа»? Ну, во-первых, глагола действительно нет. Если бы было такое предложение «итальянские сумочки стоят дорого», то тогда был бы глагол «стоить». Но у нас нету такого глагола, поэтому нам нужен связка. Но почему «аа»? Почему не «из» и не «эм»? Потому что сумочки – это «зэй», это «они». Вот почему мы используем глагол «аа». Итак, дорогие друзья, в этом упражнении мы с вами повторили прилагательные, их место в предложении, когда они стоят сами по себе, когда они стоят вместе с существительным, а также нам встретился с вами придержательный падеж. Все темы мы изучали ранее. Сейчас это была тренировка, чтобы еще больше закрепить на практике ваши знания. А теперь, дорогие друзья, давайте с вами послушаем диалог. Диалог мы будем слушать два раза. Первый раз вы слушаете и стараетесь понять, о чем содержание. Это обучающий диалог, скорость речи в нем достаточно понятная. Я думаю, что сложностей не будет даже при первом прослушивании. Второй раз вы послушаете и следите по самому диалогу, по тексту. Итак, начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь, дорогие друзья, давайте переведем этот диалог. Повторяйте за мной на английском. Вау! Look at that car! It's fantastic! Ух ты! Посмотри на ту машину! Она отличная! Давайте с вами посмотрим на некоторые грамматические, лексические явления. Look at it. Look at it. Это устойчивое выражение. Что значит устойчивое выражение? То, что мы запоминаем и используем обязательно именно в таком виде. Перевод под кальку никак не получится. Мы говорим посмотри на... А в английском это совершенно другой предлог. И это просто запоминается. Look at. Посмотреть на что-то. Теперь давайте с вами обратим внимание на выражение that car. Нужно запомнить, что если перед существительным стоят указательные местоимения, а это такие как that, вот как в нашем примере, или this, то тогда мы используем существительное без артикля. Эта машина или та машина. В английском языке слово that подчеркивает то, что предмет находится на расстоянии. В русском языке мы можем сказать это. Но если быть более точным, то машина. Давайте теперь посмотрим, что такое it's. Вспомним то, что мы изучали раньше. Это сокращенная форма от двух слов it is. И последний. Fantastic. Это прилагательное. И, конечно же, оно используется само по себе. После него нет никакого существительного. И поэтому нет, естественно, никакого артикля. Повторите за мной следующую фразу. It's a man's car. Это мужская машина. На что тут нужно обратить внимание? It's – это it is. A car – это машина. К слову car относится неопределённый артикль. A man's – это мужская машина. Но оформлено – это прилагательное. А оно здесь выступает как прилагательное. Оформлено – это прилагательное при помощи притяжательного падежа, если перевести дословно машина мужчины. Но мы так не говорим, конечно. Поэтому мы скажем мужская машина. Безусловно, артикль «э» относился к слову «ка». «Мэнс», как прилагательное, вклинилось между ними. Повторите за мной следующую фразу. A man's car – мужская машина. Да, она быстрая и красная. And it's very expensive. Обратите внимание на три прилагательных в этой строчке. Fast – быстрый, red – красный. Expensive – дорогой. Прилагательные стоят обособленно сами по себе. После них не следует никакое существительное. Поэтому они именно в таком виде, без всяких артиклей. Продолжаем дальше. Повторите за мной на английском. Wow, look at that yellow car. Ух ты, посмотри на ту желтую машину. It's fantastic. Она чудесная. Опять нам встретилось выражение «look at». И вообще оно довольно часто будет встречаться. И у нас оно уже даже в словаре было. Просто я еще раз обратила на него внимание. Это мы запоминаем. И посмотрите выражение «that yellow car». Только что мы говорили о том, что «that car», «та машина», конечно же, исключает использование артикля. И правило не меняется даже в том случае, когда вдруг появляется прилагательное. Прилагательное занимает свое место перед существительным. И больше ничего не меняется. «That» остается. И поскольку у нас есть в наличии слово «that», нет никакого артикля. Поэтому «that yellow car». Fantastic – прилагательное. Стоит само по себе. Ему не нужен никакой артикль. Повторите за мной последнее предложение. «It's a woman's car» – это женская машина. Мы видим «a car» – машина. «Womens» – это притяжательный падеж. Выполняет роль прилагательного это слово. Мы так и говорим «женское». Поэтому оно вклинилось между артиклем и между существительным в единственном числе. А теперь давайте еще раз послушаем диалог. Вы можете смотреть на текст, если диалог все-таки достаточно оказался сложен для вас. Но если вы все понимаете на слух, то лучше послушайте без опоры на текст. «Wow! Look at that car! It's fantastic! It's a man's car». «A man's car?» «Yes! It's fast and red. And it's very expensive. Wow! Look at that yellow car! It's fantastic! It's a woman's car». А теперь давайте, дорогие друзья, отвечать на вопросы. Я не убираю диалог. Вы можете при необходимости на него смотреть. Здесь важно. Задание будет выполнить в таком плане. Я задаю вопрос. Вы его только слышите. Вы даете ответ. Не забывайте каждый раз после моего вопроса останавливать урок. Вы даете ответ на мой вопрос. Затем включаете урок и проверяете себя. Итак, начинаем. Первый вопрос. The first question. Is that a car or a train? It's a car. Это машина или поезд? Это машина. The next question. Следующий вопрос. Is it fantastic or terrible? It's fantastic. The next question. Is it a man's car? Yes, it's a man's car. The next question. Следующий вопрос. Is it fast? Yes, it's fast. The next question. Is it a slow car? No, it isn't a slow car. Нет, это немедленная машина. The next question. The next question about the color. Следующий вопрос на цвете. Is it a red car? Yes, it's a red car. Is it a blue car? No, it isn't a blue car. Yes, it's a yellow car. Is it a yellow car. Yes, it's a yellow car. No, it's a red car. Is it fantastic or terrible? It's fantastic. Is it a terrible car? No, it isn't a terrible car. Is it a woman's or a man's car? It's a woman's car. Is it a man's car? No, it isn't a man's car. Дорогие друзья, я вам задавала вопросы, чтобы развить ваши навыки прослушивания и понимания на слух английской речи. Я надеюсь, что у нас получилось хорошо выполнить это задание. Но если вдруг оно было сложным, делайте его до тех пор, пока вы не будете абсолютно уверены, что вы справились с этим заданием. А теперь давайте выполним с вами то, ради чего вы и изучаете английский язык, чтобы самим также уметь формулировать свои мысли на английском. Итак, я вам буду говорить предложение на русском. Останавливайте урок. Говорите вслух обязательно. Перевод предложения на английском языке. Затем включайте урок и проверяйте себя. Итак, первое предложение. Ух ты! Посмотри на ту машину! Она прекрасная! Следующее предложение. Это мужская машина. Следующее предложение. Это будет вопросительное предложение. Мужская машина. Ух ты! Посмотри на ту желтую машину! Она прекрасная! Вау! Look at that yellow car! It's fantastic! И последнее предложение. Это женская машина. Дорогие друзья, если что-то осталось непонятным после этого урока, обязательно задавайте вопросы, пишите комментарии. Я на них отвечу и все объясню. Если мои уроки вам полезны, ставьте, пожалуйста, лайки и делитесь с друзьями. А на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал SpeakEasy и мы будем изучать английский с вами вместе. Я желаю вам успехов в изучении английского языка. Всего хорошего и до свидания!